Мокрицы, муравьи, двухвостки, мыши, практически вся флора и фауна прописалась в доме номер 37 по переулку Мельничной вместе с местными жителями. Этот дом похож на отдельный остров, хотя и находится практически в центре города. Трудно представить, но в 2013 году все удобства по-прежнему находятся на улице. А за водой горожане ходят к колонке частного сектора. И на этом проблемы жильцов еще не заканчиваются. Татьяна Трофимова узнавала, как выживают в таком доме. Фундамент садится, сыпется, падает все. Понимаете, и это самое, как там сказать-то, от этого идет деформация этого дома. От дома все отваливается, все, уже земля здесь наружу, все, уже уходим. Скоро провалимся, я не знаю куда. В этом доме 8 квартир, в которых живут 57 человек. Все как у нормальных людей. Семьи, дети, внуки, планы на будущее. Только условия их жизни нормальными не назовешь при всем желании. Совсем недавно в одной из квартир на втором этаже после сильного ливня обвалился потолок. И под ним только по счастливому случаю не оказался трехлетний Дима. Вот с этого места у нас обвалился потолок, целая глыба большая после дождя. Только с ребенком зашли с улицы, проходили. Вот я только его отвела, обувь поставила. И грохот, говорят, шкаф что ли упал, соседи спрашивают. Я говорю, нет, потолок обрушился. Вот еще немного ребенка бы задело. А кто бы отвечал за то, что не дай бог с ним что случится, кто мне, государство, что мне сделают. Как мне его жизнь, допустим, вернут или здоровье. И вот кому мне вот это вот все пока, как вот в таких условиях жить можно. А дальше больше будет, дальше вот трещин, вот посмотрите, еще пару ливней и все здесь упадет. Жители уже более пяти лет жалуются во всевозможные инстанции. Хотят, чтобы их дом признали аварийным, а людям предоставили нормальное жилье. В последнем письме из администрации города написано, что дом номер 37 по переулку Мельничный включили в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы. Планируемая дата переселения – 2014 год. Переселение может произойти и раньше, если появится заинтересованный инвестор-застройщик. Нас признавали собственником, хотя муниципальное жилье у нас. Потом говорили, что мы должны сами за свой счет ремонт делать. Теперь они ждут застройщиков, признали нас аварийным. Мы хотим на законном основании получить квартиры от государства, а не ждать каких-то инвесторов. Потому что здесь условия проживания невыносимые. Пока родители с детьми так и продолжают жить в доме, где обваливается потолок, проваливается пол, на стенах обитает плесень. Пугает жильцов и состояние электропроводов. В воскресенье был дождь, ударила молния. У нас сгорел системный блок компьютера у брата от тарелки Триколор ТВ. Ресибер. Потому что здесь громоотводов нет. У соседей на первом этаже третьей квартиры прям по проводу электричество прошло. Вот они ставили с ребенком маленьким. То есть в такой степени дом уже все. Он из себя изжил полностью. Дом номер 37 по переулку Мельничный находится на балансе управляющей компанией Богданка Сервис. По словам ее директора, в этом году планируется частичная замена кровли. Дома, если они признаны аварийными, значит они дома, конечно, не лучшим образом находятся в состоянии. Потому что сейчас в данный момент капитальный ремонт делать по этим домам нет смысла. Потому что, наверное, скорее всего надо необходимо их переселить по программе переселить. Поэтому в данный момент будет только поддерживать ремонт в данный момент до переселения граждан. 37-й – не единственный проблемный дом в этом районе. Аварийными признаны еще 90 домов, которые обслуживает Богданка Сервис. До 2016 года людям должны предоставить полноценное жилье. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.